Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о классной библиотеке, которая называется CITESCAPE. Она используется в биоинформатике, в тех ситуациях, когда вам нужно построить графы, когда нужно построить кластеры, наборы каких-то элементов, объединенных общими свойствами. Ну, в общем-то, те картинки, которые вы сейчас видите перед собой, они здорово демонстрируют, что умеет эта библиотека. А умеет она очень многое. Вы можете построить станцию метро, карту станции метро. Вы можете открыть любой вот из этих видов, которые сейчас перед глазами присутствуют. Она умеет выделять, реагировать на нажатие при нажатии на ребра, на отдельные элементы. Также она позволяет это все дело перетягивать. В общем, на мой взгляд, мне показалось, что эта библиотека может быть вам полезной, может быть вам интересной. Поэтому давайте посмотрим, как с ней можно работать. Я заранее запустил редактор и там подключил уже в редакторе эту библиотеку. Подключается она достаточно просто. Вы описываете скрипт и указываете адрес CDN-хранилища и самой библиотеки. В случае необходимости вы можете ее себе сохранить заранее, чтобы она была рядом с ctml-файлом. Первое знакомство, первые шаги выполняются так. Вы указываете, во-первых, стили для будущего, места для работы с графом. В данном случае я сейчас изобразил здесь граф, который посмотрел в википедии, на странице, где рассматривается алгоритм Дейкстры, алгоритм поиска кратчайшего пути между точками на графе. Я решил этот рисунок, этот график, этот граф начертить. Поэтому я для него выделил 300 пикселей ширины, 250 высоты, указал, что цвет фона белый, можете указать, какой хотите, и указал, что вот здесь находится наш div с идентификатором. Дальше происходит инициализация библиотеки. Она очень простая. Вы вызываете функцию ctascape и дальше в качестве объекта передаете огромный аргумент, объект с кучей свойств. Первое свойство контейнер обозначает, что мы цепляемся за наш div с идентификатором cy, то есть ctascape. Следующее свойство elements используется для того, чтобы разместить отдельные узлы вершины и ребра этого графа. Я их здесь оставил, они у меня были в самом начале раскомментированы. Теперь закомментировал, потому что мне понравился способ добавления ребер и вершин уже после того, как вы инициализировали библиотеку. Также здесь есть классный способ задания стилей. Очень похоже все на то, как это делается в JavaScript с CSS. Мы говорим, что есть массив стилей для графа и говорим, что все ноды, то есть узлы, будут у нас покрашены, например, темно-синим, а рядом с ними будет метка и ребра будут покрашены в данном случае тоже темно-синим. Вы можете сказать, где же у нас вот тут вот темно-синий. Ответ прост. У нас там его нету. Дело в том, что ниже я показываю еще один способ, как можно стили здесь назначить, а именно сказать, что свойство style, вот это огромного аргумента объекта, принимает специальный объект, который использует цепочечную нотацию. Также при помощи CSS назначает некоторое оформление. Поэтому вот это более свежие варианты стилей. Здесь указаны, как будут выглядеть выделяемые элементы. Когда я нажимаю, у меня цвет фона становится черным у элемента или ребро выделяется вот здесь вот черным. Дальше интересней. Немножко у меня по масштабу тут некрасиво получилось. Вот если вот так вот посмотреть, то мы увидим с вами, что на самом деле вот это и есть наш граф. Обратите внимание, что для каждой точки я создаю обозначение в виде объекта. Каждый объект массива, который передается в метод эда, содержит указание группы, что же мы создаем либо ноду узлы, либо ребра. Также мы указываем обозначение наших узлов и ребер. В данном случае мне приходится еще указать координаты, которые я подобрал не совсем вручную, а при помощи подсматривали координат. В общем, я схитрил, что если нажимать по клипу, то узнаешь его координаты. И вот так вот, скажем, быстро получил все координаты нужных точек графа. Обратите внимание, что у каждого ребра есть название, также идентификатор, и указывается, откуда и куда это ребро идет, а также указывается его вес. Не стал сильно заморачиваться, и вес поместил его лейбл, то есть наш вес, он сразу и выводится, и мы на него можем ориентироваться. В принципе, все. Граф построен, я выбрал такой простенький, не стал с другими экземплярами заморачиваться. Что мне стало еще интересно с этой библиотекой? Здесь уже есть реализованный алгоритм Dijkstra. Я не буду сейчас на этот алгоритм отвлекаться, потому что его за две минуты не расскажешь, он очень интересный. В свое время в институте я курсовую по нему писал, и в общем, ностальгия, вспомнил, решил попробовать, как он здесь работает. Работает, скажу вам, нормально. Первым делом вы инициализируете этот алгоритм и говорите, из какой вершины вы начнете работать. В данном случае я начинаю работать из вершины N1, вот здесь вот. А потом вы вызываете методы у полученного объекта PathTo и DistanceTo. Соответственно, PathTo у нас возвращает массив переходов по вершинам и ребрам, а DistanceTo показывает нам, какой минимальный проход, например, от N1, как мы инициализировали, к N5. То есть, какой здесь минимальный проход. В принципе, когда я разобрался и все тут получилось, я еще написал, и этот код обязательно я ниже к видео приложу, чтобы вы могли посмотреть, анимация прохода по этому графу в режиме работы с таймерами. То есть, если мы вот так вот страницу обновим, то мы увидим, что у нас будут покрашены 1, N3, N6, ребра, и потом мы перейдем к N5. Соответственно, на кратчайший путь будет 9,29 и составлять 20. Я надеюсь, это видео понравилось вам, и вы обязательно используйте эту библиотеку в своих проектах или посоветуйте своим друзьям. Если это так, пожалуйста, лайкните это видео. До новых встреч, всего доброго, удачной веб-разработке. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!